Здравствуйте, дорогие друзья садоводы и огородники! Вас приветствует Юлия Меняева на своем канале Восаду Левогороди. И сейчас, именно сейчас, я вам расскажу, что же все-таки случилось с моей капустой, которую я сажала под бутылки. Потому что поступает очень много вопросов и говорят, Юля, а как ваша капуста, которую вы сажали в бутылки, вы, наверное, думаете, но все это ерунда, она у нее пропала, не хочет показывать. И вот сейчас настал тот момент, я вам покажу. Вот давайте с вами внимательно, внимательно, вот посмотрим на капусту. Видите, капуста эта у меня сидит среди укропа. Вот посмотрите. Давайте с вами посмотрим на капусту. Эта вот капуста как раз-таки была посажена под бутылки. Я вносила в лунки питьевую соду. Сода была у меня перемешана с красным горьким перцем. Все это вы, конечно, на видео увидели. И здесь просто, ну, как бы оставалось у меня довольно-таки пространство между капустой. И думаю, ну что же она будет пустовать? Дай-ка я посею сюда укроп. И вы знаете, на мое удивление, я никогда просто раньше вот не делала. У меня не было вот такого загущения укроп между капустой. И я считаю, что укроп сделал свое дело. Вы посмотрите внимательно. Здесь нет ни гусениц, ни черной этой мошки, которая жрет прям по едам, съедает капусту. Капуста себя чувствует очень просто великолепно. Я вам просто вот честное слово говорю. Эту капусту вообще ничем не обрабатываю. Абсолютно ничем. Единственное, что поливаю вот дрожжевая подкормка. Я полила вот сейчас всего один раз. И видите, и укроп такой зеленый, веселый, очень себя хорошо чувствует. И капуста себя чувствует очень хорошо. И не надо прибегать к химии. Многие говорят, вот природное земледелие. Я занимаюсь природным земледелием. Я вот замульчировала. И караул, что же мне теперь делать? В мульче завелись слизни, все сжрут. В общем, все. Вы знаете, дорогие мои, я вот немножко просто хочу в сторону идти от капусты. Но не именно в этом заключается природное земледелие. Внесли мульчу природное земледелие. Это все в комплексе. Вы видите, если посмотреть внимательно, у меня нет досконально, чтобы идеально у меня были выплаты грядки. То есть опять, я прибегаю к чему? Вот к этой вот такой тяпочке. Я купила в Леруа Мерлен. Это очень удобно. Вот сейчас вот с этой капустой как надо поступить? Мы должны ее подрыхлить. И вот так обязательно, обязательно мы ее с вами должны подокучить. Капуста должна быть вот так подокучена и подрыхлена. Вот что мы сейчас должны именно сделать с капустой. Я вот пока этого еще не делала, потому что здесь как бы у меня на грядке еще укроп, и он мешает. Вот сейчас я укроп уберу и вот проделаю всю эту операцию с капустой. И для сравнения, у меня есть капуста, которую я не обрабатывала ни химией, старалась обрабатывать, ну, чем только не советую, всем натуральным. И вот давайте пойдемте посмотрим, что происходит с той капустой. Эту капусту я посадила рассадой. И вот сейчас мы с вами пришли посмотреть на капусту, которую я посадила не в бутылке, я ее не сажала в бутылке. Я ее посадила рассадой в открытой грунте. Вот посмотрите внимательно, вот так ее съела не гусеница, а жрет вот эта вот черная-черная эта бложка. Вот если приглядеться, она сидит на капусте. Просто не хочу капусту эту обрабатывать химией. Мне не хочется этого делать. И что же я сейчас сделаю? Я просто-напросто здесь посажу укроп. То есть всю грядку я сейчас между капустой не пожалею и посею много-много укропа, который будет выступать заступником. И он защищает капусту от бложки, от гусениц. Пример я вам уже показала. Не потому что у меня-то в бутылках была нет капусты. Бутылки я давно сняла, и ее баблоха давно съела. В общем-то укроп-то защищает, защищает капусту от бложки. И еще я заметила, у меня тоже есть в одном месте участок. Там у меня капуста росла в салате. То есть салат и капуста. И то же самое, салат, я не знаю в чем причина, но он защищает капусту от этой вот бложки, от этих напастей. И капуста чувствует себя хорошо. Вы если посмотрите, скажете, ну все, она будет без капусты. Да нет, капуста будет хорошая, я вам покажу, и урожай будет хороший. Если вот приглядеться, самое главное что? Середка у капусты, вы видите, целая. Самое главное это середочка у капусты. Она целая. То есть блохая-то ест вот эти вот листочки. Это не беда, ничего страшного. Качан завяжется. И опять, что я делаю? Вы видите, если посмотреть, что ну сухо, дождей у нас практически нет. Конечно, я и ставлю поливалку, и все это поливается, но невозможно, огород большой, и невозможно так, в общем-то, все полить. Вот, и поэтому ничего страшного. Сейчас пройдут дожди, капуста как бы возьмет свое. Так что давайте с вами посеем укроп в капусту. Вот сегодня я это обязательно проделаю. Посею сюда укроп. Так, это вот у нас с вами по капусте. И сейчас ее вот очень хорошо, нужно ей дать толчок для роста зеленой массы. То есть мы должны ее с вами обязательно, мы должны ее чем-то подкормить? Подкормить опять-таки, давайте подкормим дрожжевой. Дрожжевой вот этой вот болтушкой, настойкой. Капуста очень хорошо на нее реагирует. Вот, поэтому давайте ее подкормим. По поводу, вот многие говорят, нашатырным спиртом там обработать. Ну, кто чем, вплоть до того, что валерьянкой. Говорят, что можно и валерьянкой полить. Знаете, я не знаю, честно говорю. Я не пробовала, поэтому есть кто прочтет, попробует, кто сожжет, кто что. Поэтому я вам говорю всегда то, что мной проверено. Так что давайте посеем укроп. И вот сейчас мы с вами немножко, просто попутно, мы вот сейчас вот стоим здесь. Я хочу ваше обратить внимание на кабачки, на рядочек кабачков. Многие пишут, вот нет завязи на кабачках. Нет завязи на кабачках, не завязываются кабачки. Вы знаете, все-таки кабачки очень отзывчивы всегда на навоз, на перегной. И завязываемость кабачков, в общем-то, зависит от их питания. Вот посмотрите внимательно. Видите, какой маленький кабачок. А посмотрите, у него уже зависть. У него вот они, маленькие-маленькие кабачочки. То есть он очень хорошо реагирует. Видите, мы подсыпали вот так навоз. Эти кабачки были посажены с кабачками в покрышки. Для сравнения, мы сейчас, когда будем уходить отсюда из капусты, я вам покажу и те кабачки. Ну что ж, пройдем. Вот мы с вами снова подошли к нашим кабачкам, к нашим покрышкам. Те кабачки и эти посажены в одно и то же время. Но этим кабачкам тепло. Здесь им настолько предостаточно питания, потому что яма глубокая была выкопана, и целая тачка навоза была туда, в общем-то, закопана. И уже много завязи, и уже мы едим отсюда, едим первые-первые кабачки. Вот, если посмотреть, даже вот, вот смотрите, я вот разлину вам, покажу. Вот, видите, вот зависть кабачков, вот она. Но пустоцвета практически нет. То есть, все-таки кабачки себя чувствуют здесь комфортно. Ну что ж, давайте с вами подведем сейчас итог. В общем-то, основная тема у нас была, это капуста. Капуста. Капуста под бутылками. Что, в общем-то, мы должны сейчас с вами сделать? Мы должны капусту обязательно подкормить. Обязательно подкормить. Вот. Желательно подкормку делать после полива. Сначала мы должны хорошо ее пролить. Капуста очень любит, когда ей льют воду на голову, холодную воду, потому что капуста любит низкие температуры воздуха. Поэтому давайте включим дождевалку или положим душ, извините, шланг, туман, вот как у меня. Прольем капусту. Потом мы ее подкормим с вами. Подкормим мы ее с вами чем? Ну, опять-таки, или дрожжевой подкормочкой очень хорошо. Она очень отзывчива. А вот когда мы это все проделаем, на следующий день давайте с вами посеем в капусту укроп. Сейчас его, да, укроп можно все лето сеять. Самое главное, не загущайте посадки. Укроп не любит загущение. Потому что многие пишут, вот нет укропа, я без укропа, тот ли я ест, то не загущайте. Укроп не любит загущенных посадок. Посадите укроп, и у вас будет укроп, чтобы засолить огурчики и помидорчики. И у вас будет прекрасная, шикарная капуста. Ну что ж, вот на этом я заканчиваю свой репортаж по капусте. С вами была Юлия Меняева. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok